Здравствуйте дорогие друзья! Герой сегодняшнего обзора представляет собой сочетание наилучших черт бюджетного смартфона. Стоит ли его брать? Я скажу так, сейчас да. На данный момент смартфон стоит 100 баксов, плюс 8,5% кэшбэк, итого почти 90 баксов. Я считаю, что это более чем приемлемая цена, но через некоторое время продавец поднимет цену до 120 баксов, и вот тогда уже решать вам, стоит это телефон своих денег или нет. Ну а мы поехали дальше. В плане дизайна, новинка продолжает концепцию модели London. Закругленные углы и грани тонкого эргономичного корпуса, передняя панель которого покрыта двойным 2.5D стеклом Dual T2X1. Такое решение значительно сокращает риск получения разбитого дисплея при падении телефона. Отдельно нужно похвалить и саму IPS панель. 5-дюймовый HD экран отличается яркими, сочными цветами и неплохой контрастностью, что в совокупности позволяет пользоваться аппаратом даже при прямых солнечных лучах. Не придраться и к технической части. При HD разрешении комбинации из процессора MediaTek MTK6753, внушительных 3 ГБ АЗУ и адаптера Mali-T720MP3, отменно расправляется даже с самыми ресурсоемкими играми, хоть и не на максимальных графических настройках. 16 ГБ внутреннего хранилища не стали обделять и microSD слотом, поддерживающим карты до 128 ГБ. Небольшую экономию разработчиков можно рассмотреть в применяемых фотомодулях. 8 и 2 мегапиксельные камеры пусть и не уступают большинству аналогов, но все-таки и революцию в сегменте не произведут. Хороший уровень автономности достигается за счет аккумуляторов 2650 мА и оптимизированного Android Marshmallow. Есть устройство также и поддержка 4G и OTG, таким образом девайс красив, сбалансированный, но и не избыточно технологичен. Станет ли гаджет хитом, вероятность этого события крайне велика. Купить Yumi Алмаз можно на площадке Алиэкспресс, ссылку на который вы найдете в описании под видео. Там же вы найдете сервис кэшбэка, который позволит вам купить сейт-девайс со скидкой 8,5%. Всем спасибо за внимание, хороших вам покупок и удачи!